Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграмм-канал Амаркетс с торговыми идеями, в котором мы размещаем конкретные торговые рекомендации, в том числе, друзья, и выходные. Ну что ж, к повестке экономического календаря. Сегодня нас ждет день выступлений представителя американского регулятора, в частности, Уильямса Боумана. Уильямс является голосующим членом Федрезерва, Боумана вроде как нет, поэтому не думаю, что оценка текущей ситуации в американской экономике со стороны Боумана будет иметь какой-то значительный эффект на доллар. Куда более важное событие, друзья, будет после этого в 15.00 по GLC, потому что в это время выступит Джером Пауэлл, глава американского регулятора, и он может затронуть тему будущих действий Федрезерва касательно ключевой процентной ставки. Конечно же, от Пауэлла и от руководства американского регулятора мы все-таки ждем больше подробностей относительно того, какие планы вообще сейчас обсуждаются, стоит ли дальше повышать процентную ставку, стоит ли занять в ожидательную позицию, или, наверное, что хотят больше всего услышать сейчас продавцы, пришло время завершить текущий цикл ужесточения национальной монетарной политики. Давайте начнем с доллара. Индекс американской валюты 103.37 растет, доллар пользуется спросом, потому что на него делают ставку как на защитный актив. При этом игнорируются риски, связанные с его возможной потери стоимости, если дело дойдет до негативного сценария. По вопросу потолка государственного долга, чреваты тем, что американская экономика может стать банкротом, условно говоря, и объявить дефолт. Потолок государственного долга, да, эта тема обсуждается в том числе и нами уже не первую неделю, потому что надо центрально на рынках. Мы смотрим за тем, как бодают республиканцы и демократы. То, что между ними остаются серьезные, практически на текущем этапе непреодолимые противоречия. И республиканцы требуют одного, демократы другого. Мы, кстати, обсуждали именно то, чего нужно и тем, и другим, чтобы был сделан как бы шаг на встречу друг другу и созданы условия для вот этого потенциального компромисса. И республиканцы, и демократы прекрасно осознают катастрофические последствия для экономики отсутствия вот этого компромисса по потолку государственного долга. Но в то же время республиканцы прямо настаивают и требуют, заявляя, что решению о повышении потолка государственного долга должно обязательно предшествовать решению о сокращении государственных расходов. Мы можем, друзья, конечно же, сказать, что сейчас переговоры продолжаются чуть ли не в ежедневном формате, но мы не можем этого сказать относительно встречи на верхнем уровне, то есть на самом высоком, на уровне руководства партии республиканцев и демократов. Потому что, как мы знаем, Байден сейчас отсутствует. В США он на саммите Большой Семерки и Боня. Поэтому, наверное, в лучшем случае, даже если быть сверхоптимистом, какого-то прогресса, прорыва в этих переговорах по обсуждению потолка государственного долга стоит ожидать только на следующей неделе, прям совсем в непосредственной близости от вот этого дедлайна 1 июня, когда, по словам Джанет Йеллен, начнутся серьезные проблемы с финансированием федеральных учреждений и правительства, когда американская экономика не сможет исполнять обязательства по какой-то серии и по какой-то срочности периодов облигаций. И при таком сценарии, конечно же, трудно предположить, что будет дальше. Но так интересно, друзья, за всем этим сейчас наблюдать. Если вернуться к доллару, вот тут по поводу того, почему американская валюта растет, мнение трейдеров расходится. И одни считают, что доллар нужно покупать, потому что дефолт будет. И, соответственно, если он произойдет, то именно американская валюта останется единственным активом, который будет на плаву, который выживет. И, ну, странная логика, не знаю даже, как ее объяснять. Другие считают, что доллар сейчас растет, потому что на рынке появился оптимизм относительно того, что кризиса не будет, дефолта не будет. Потому что и республиканцы, и демократы выразили надежду на то, что прорыв должен произойти или, скажем так, консенсу должен быть достигнут в ближайшей торговой сессии. А поэтому с рынка автоматически убирается риск развития событий по сценарию дефолта. И нет необходимости сейчас делать ставку на защитные инструменты, на рынок драгоценных металлов, на франк, японскую иену. То есть, получается, доллар тогда растет не потому, что он защитный актив. И очень трудно сделать какой-то или сделать правильный вывод относительно реальных намерений и факторов, которые объясняют текущее поведение. Потому что, как я уже отметил, некоторые доводы противоречат сами себе. Если вы, друзья, все же считаете, что американская валюта будет дальше расти, вам, конечно же, нужно уже придерживаться какой-то позиции. Вы расцениваете доллар как защитный актив, но при этом, получается, ждете дефолта. Либо вы расцениваете доллар не как защитный актив. Полагаете, что оптимизм в плане прогресса и прорыва по обсуждению подкакуса ростного долга неизбежен. И сейчас лучше работать с долларом как с инструментом, который как бы противостоит защитным активам. Дальнейшие перспективы доллара также будут зависеть от того, что произойдет с процентной ставкой. Июньское заседание относительно уже скоро, друзья, уже через неделю, по сути, начнется июнь. Вероятность повышения ставки 33% сейчас. Я даже не собираюсь использовать эту вероятность под то, чтобы закладываться под повышение процентной ставки, если она будет ниже 50%. Вот когда перевалит, и если перевалится 50%, может быть, тогда подумать о том, чтобы тоже начать присматриваться к возможному сценарию, когда ФРС начнет или продолжит повышение ключевой процентной ставки. Ну, 33% это, конечно же, существенно ниже 50%. Плюс к всему, в следующей неделе куча отчетов. Это протоколы последнего заседания американского регулятора, ВВП США, заказан товар длительного пользования, личные доходы, личные расходы. Каждый из этих релизов может очень сильно испортить, опять же, настроение и заставить участников рынка усомниться в том, что вообще есть какая-то целесообразность, у Федрезерова сейчас дальше повышать ключевую процентную ставку. Я, друзья, в качестве итога и вывода сохраняя короткие позиции, думаю, что доллар после коррекционного отката уже точно должен переходить к дальнейшему снижению. Золото 1962 доллара за тройскую унцию. Пока что индекс настроения указывает на то, что есть вероятность дальнейшего развития нисходящей динамики. 75% трейдеров золота покупают. Буду ждать хорошую точку входа. Надеюсь, то, что ниже 1950 не уйдет. Ну, когда, собственно, решил снова заходить в длинные позиции, вам подсвечу, друзья. Евро против доллара 1,0768. Очень важный отчет по инфляции, который вышел, по сути, накануне. Данные по инфляции показали, что индекс потребительских цен в еврозоне вырос до 7% с 6,9%. Это значит, что инфляция растет, а не снижается, как должна была по планам Европейского Центрального Банка. То есть усилия ЕЦБ по контролю инфляции, ну, не такие уж и эффективны. И ЕЦБ, конечно же, должен в связи с этим дальше ужесточать монетарную политику. И, собственно, заместитель Лагарда Луис де Гиндес накануне заявил о том, что Европейский Центральный Банк будет ставку дальше повышать. И это основной сценарий на ближайшие 2-3 заседания. Британская валюта против доллара 1,24 ровно. Я жду восстановления котировок фунта. Это как раз тот самый инструмент рисковый актив, очевидно, рисковый актив, который сейчас, мне кажется, сохраняет потенциал на рост. Потому что именно в Англии британский регулятор Центральный Банк столкнулся с беспрецедентной инфляцией, которая требует беспрецедентные меры по ужесточению политики. И этот шаг не нужно недооценивать. Я надеюсь, что и Бейли, которая ранее заявляла о высокой вероятности более агрессивного шага по повышению процентной ставки, его заместитель, который выступил вчера, Рамсден, тоже подтвердил идею того, что ставка будет расти. Это должно найти отклик в динамике британской валюты и помочь ему на текущем этапе как минимум удержать данные позиции. И потом уже при развитии нисходящей динамики по доллару перейти к росту. Рынок нефти по-прежнему пока что в приоритете позиция нисходящая. Давление на рынок нефти, думаю, продолжит оказывать рост запасов нефти США, что указывает на более низкие показатели спроса на внутреннем рынке. Китайские данные, которые мы раньше разбирали, кто-то в комментариях писал, что цифры на самом деле значительные. Ну да, я соглашусь с вами, когда промышленное производство, капиталовложения, ронченные продажи растут на 8, 10, 12 процентов, кажется, что это ведь очевидный позитив. Но все дело в базе сравнения. И эти данные сопоставляются значениями прошлого года, когда был закрыт, по сути, Шанхай из-за действующих ограничений. И кажется, что астрономические цифры свидетельствующие о позитиве. Но этого позитива как такового нет. Экономика Китая вполне возможно, исходя из последних данных, действительно утратила импульс роста. Я думаю, что на экономику Китая будет дальше давить еще и снижение глобального спроса. Ну и не стоит списывать со счетов тот факт, что Китай также переживает еще кризис на рынке недвижимости. Поэтому, думаю, рано еще закладываться под Китай, как под тот самый регион, который обеспечит прям стабильный спрос на рынок углеводородов. Мы вернемся, конечно же, еще к длинным позициям по рынку нефти. Я уверен, что нефть закроет этот год выше 90 долларов за баррель. Но хочется пока что дождаться более интересной точки входа, поэтому буду, друзья, рисковать и сейчас пока удерживать шорт. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!